Эй, ты, бородач, давай быстрее это. Эй, вы пи***ки, ну сколько можно, сколько это стоит? 80 миллионов рублей в месяц. Мы купили остров на Мальдивах, мы начали делать там разные курсы, там, по бегу. Дайте конкретику, дайте цифру, там. Блю, у нас, ты мне столько денег даешь, вот это да, нам нужно бизнес вместе делать. В следующий месяц не расставим, если так 3 месяца подряд, то всю команду мы уволим. Всю команду. Всю команду. Да, и даже вот те, кто снимают. На самом деле, это классофия. Итак, дорогие друзья, у нас есть сегодня уникальная возможность, мне очень сильно повезло встретиться с лидерами рынка онлайн-образования русскоязычного мира. Я считаю, что все 300 миллионов это ваша аудитория. Лидеры, которые создали наибольшее количество онлайн-школ на сегодня, да? Ну а какие цифры? Вот, и можете назвать какие-то цифры, чтобы это не просто было лидеры, а именно лидеры-лидеры? 80 миллионов рублей в месяц. Это что? На четырех онлайн-школах. 80 миллион, миллион долларов больше даже миллионов, да? Миллион сто, это доход? Это выручка. Это выручка на четырех, вот именно в ваших онлайн-школах. А если взять акселератор, там, где вы обучаете, как делать онлайн-школы, из этих 80 миллионов, сколько это есть? 45-56, так сказать. То есть половина примерно. А что было вначале? Вы вначале стали профессионалами в запуске онлайн-школ и потом начали этому обучать? Или начали этому обучать и потом раскрутили свои школы? У нас разные пути, а вообще мой первый бизнес это кнопка жизни, такой инновационный проект, мой крупнейший проект фри, фонда развития инициатив, это мой первый бизнес. Сергей сооснователь бизнес молодости. И Сергей получается в образовалке, в онлайн-образовалке уже 11-й год получается. Ну, где-то, да, лет 10. Как вы стали партнерами, как вы объединились, вот это вот важный момент. Я после кнопки жизни, когда вышел из операционки, то есть кнопка жизни сейчас хорошо работает, все хорошо, я акционер. Но я из операционки вышел, потому что я понял, что я стартапер, я хочу что-то новое. И мы начали искать там, мы купили остров на Мальдивах, мы начали делать там разные курсы там по бегу, курсы по бесплатному публикованию Forbes, как попасть на страницы Forbes. И я не знал вообще слов там, онлайн-школы, вот это все, не знал, что есть формулы. Но Серега мы были знакомы вот на тот момент уже лет, наверное, 7, но я не понимал, чем он сейчас занимается. То есть это было в 2014-м, я стартовал первый онлайн-курс. Но я вообще, я как бы думал, что я вообще первопроходица, я думал, что слово марафон, это вообще я, отец основатель этого слова. А Сергей шел по формулам, по методикам, по американским. Ездил в Америку, учился. Вот, и таким образом мы как-то занимались похожими вещами, но я к онлайн-бизнесу относился больше как к самореализации. То есть у меня там кнопка жизни, остров на Мальдивах, такие там большие металлоемкие проекты. А онлайн-школа – это такая моя сцена, где я там рассказываю, делюсь опытом, и плюс есть какая-то команда, которая там получает деньги. И для меня еще это было интересно, потому что люди, к примеру, с онлайн-наших курсов приходили, приезжали потом на остров. Это была еще такая маленькая воронка. Ну, у меня был проект «Инкубатор» онлайн-школ, и в какой-то момент у меня не хватило вдохновения на то, чтобы его двигать дальше. То есть я подумал, что я не хочу в том стиле двигать, в котором я его двигал, мне нужна как бы новая какая-то новая волна. И я его тогда закрыл, я помню. Закрыл даже? Да, я закрыл. Прибыльный бизнес у нас на основе, он поставил на паузу, потому что кайфа не было. Ну, как-то вот я не мог нащупать то, чтобы меня дальше там заставлял об этом заниматься. И я на тот момент делал уже онлайн-школу. У нас была онлайн-школа фитнеса с бодюком, у нас была онлайн-школа энергетики. Как запуски делал, да? Или был партнером этой школы? Партнером, да. Был партнером именно. Да, да. То есть мы запускали онлайн-школы в разных нишах, и в какой-то момент я начал делать... Если быть правильно, можно секунду? Прямо по ходу вопрос вот этот. Вот ты запускал эти онлайн-школы, был партнером. Как правильно договариваться? Вот я вижу, что ты специалист, договариваться, партнерство и так далее. У тебя есть какая-то схема или вот посоветуй? Ну, как мы. То есть я искал, смотрел, я тогда увлекался очень сильно астрологией, и я научился смотреть совместимость по деньгам. Оказалось, что с Димой у нас какая-то там прям бешеная совместимость, что там прям чуть ли не идеальная. А школа астрологии у вас есть до сих пор, да? Да, там начал я один, сейчас мы с Димой объединились, и тогда вот прям вот у меня было сильное увлечение этим. Я смотрю там с Димой крутая совместимость, говорю, Дима, давай там что-нибудь попробуем вместе, ну-ка, мы взяли паузу какую-то подумать. И полетели в ЛА, и тем фактором, который, ну, как мне кажется, это сильно может повлиять на то, стоит с человеком работать или нет, это когда у вас возникает такая вот энергетическая просто какая-то подпитка изнутри. То есть вы как бы, ну, просто в друг друге, то есть вы не можете остановиться. Вы общаетесь, 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 вы чувствуете, что еще идея возникла. Еще, знаешь, вот когда вот прям вот вдвоем энергии становится больше. Я считаю, что это признак того, что вот, ну, направление правильное. Синергия, да? Там было так, я помню, у меня две вспышки. Первая, ты едешь в машине, рулишь меня куда-то, подвозишь, смотришь, бля, у нас, ты мне столько денег даешь, вот это да, нам нужно бизнес вместе делать. А я к астрологии относился как бы так, ну, ладно, денег много, это хорошо, дальше посмотрим. А потом как-то... Ты говорили вначале по астрологии партнерства или сразу по... Нет, астрологии потом. И потом мы вот летим вместе в самолет, я не помню, почему мы как-то вырешили вместе, то ли ты предложил, то ли как-то там... Ну, мы на Traffic Convergence Summit полетели, Крайна Дайса. Да. И мы вместе сидели, и вот весь перелет 12-часовой, Москва, Лос-Анджелес, мы сидели и уже рисовали, как какой-то близко может быть. Да, это прикольно, то есть это первый признак того, что с этим человеком может что-то получиться, это когда вы просто, ну, вот энергия прет, и ты спать не можешь, ничего не можешь. Круто, круто. Это, но все-таки искать этих людей надо по астрологии или астрология была проверка? У нас есть такой принцип, что-то делаешь, что-то сработало. То есть ты никогда не понимаешь, что в конце концов. То есть астрология, она в ней действительно есть такие зерна интересные, стоит прислушаться. При этом есть еще там тесты, там есть, но в целом как бы все нужно пробовать. Потому что у нас, к примеру, мы когда сотрудников берем, это же тоже относительно партнерство такое, пусть менее важное, но... И мы тоже их всех проверяем по астрологии, по тестам, там, мы вообще, ну, долго... Чтобы взять человека в команду. А у вас текучка большая? Нет. Ну, сначала была большая, а сейчас мы стабилизировались. А как с экспертами надо договариваться? Вот если вас смотрят, как вы обучаете в своих, в своей акселератор школа, как открывать онлайн-школу? Есть же там модуль, как работать с экспертами? Да, конечно. То есть к нам приходят эксперты, которые хотят себя продвигать, и продюсеры, которые хотят эксперт найти. Это, по сути, две разных модели. То есть эксперт, он, как бы, по-любому, если он хочет масштабный какой-то проект, он себя должен делать предпринимателем слэш-методологом. Да. То есть он предприниматель, он наверху, он такой, как бы, идейный вдохновитель, да, то есть тот, кто вдыхает жизнь в проект. И у него и появляется некий управленец такой, а-ля генеральный директор, ну, project manager называем, если там проект поменьше. Project manager уже руководит всей командой. То есть это здесь есть кто-то, кто отвечает за трафик, кто-то, кто отвечает за продажу, руководитель отдела продаж, и кто-то, кто отвечает за продукт. То есть он, как бы, руководит ими всеми. И отдельная история, это он развивается не как преподаватель вживую. Да. Потому что, ну, это преподаватель вживую, это один уровень влияния на массы. Другой уровень, это когда ты свою идею, свой замысел вкладываешь, ну, как бы, вдыхаешь в какой-то продукт, и который дает людям результат. И уже ты думаешь, сидишь и ломаешь голову, что вот есть люди, есть Вася, он хочет получить какой-то результат, он хочет танцевать, например, научиться, или он там хочет на английском заговорить, да? Есть типовые сложности, что мешают Васе получить этот результат. И он уже сидит, ломает голову, привлекает дополнительных консультантов, делает игровые механики, думает, как бы людей объединить, чтобы они не сливались, там у них было больше энергии дойти до конца. То есть он сидит и ломает голову не просто как преподаватель, а как методолог, и его задача сделать так, чтобы человек получил результат в этой системе. Я понял. А если это продюсер, который берет тренера методолога? Если это продюсер, вот у нас главная сложность при создании онлайн-школы, это отношение между продюсером и экспертом. Да. Потому что отношения человеческие, это всегда сложная определенная штука, да? Ну, не зря ты спрашиваешь, там, какие у нас с Димой отношения. Вот это, да, это очень. И это людей интересует, то есть это для людей важно. Каждый понимает, что сам он не потянет. Да. И ему нужна схема, а как, если я не сам, то как мне проще всего партнерства? Ну, как его сделать? Все боятся, ну, большинство боится партнерства. А если это не партнерство, как? Вот это очень важная часть. Вот если брать эксперта-продюсера, то может быть там две модели. Может быть модель, что повезло это называется. Когда и эксперты, и продюсеры, вот у них вот такая тоже крутая энергетика, они друг друга любят, ценят. Они там подписали договор о том, что при расторжении там бренда, например, идет продюсеру, база там продюсеру, а эксперту там идет его имя. Они так как бы разъединяются, у них есть стратегия. Вы даете эти типовые договора? Мы даем эти типовые договоры, да, там, и даем определенную структуру, как это делать. Но эта модель, соответственно, она живет только если вот, ну, энергии много вместе. Как бы, ну, совместные ценности, видение, будущее. Но все равно, вот, ну, ты же сам знаешь, что партнерство тестируется деньгами, да? Вот первый тест, то есть первый тест на человека денег нет. Когда они есть или когда их нет? Да, сначала когда нет, а потом когда есть. Причем, когда есть, тест более сложный, чем когда нет. Ну, да. Но во всяком случае, ну, вот у меня многое развалилось партнерств, когда появлялись деньги. Потому что там вот, ну, как бы уже совсем... Ну, это чисто людская штука такая. И, соответственно, пережить момент денег можно только если ценности большие совместные есть. Да. Вот, и, соответственно, ну, это мало кто переживает, если вот в этой модели партнерской договоренности. Другая модель, которая вот у нас родилась, соответственно, и по которой мы сейчас уже ведем в акселераторе, это когда продюсер становится тоже лицом школы, как основатель. И он может взять нескольких экспертов. Тогда если какой-то один эксперт уходит, он его заменяет каким-то другим экспертом. И какие-то продающие вещи уже основатель, он сам учится, там, ораторскому искусству, презентации, там, выступлению. Ну, потому что это как бы главная история в продвижении онлайн-школы. И он знает, что если даже кто-то уйдет, он легко, там, сделает замену. Да. А на каких условиях вы советуете договариваться тогда с экспертами, если это продюсер? В общем, у нас есть такой подход. Вот если ты эксперт, то лучше не пытайся искать себе партнера, продюсера, а лучше возьми его, найми. Это более стабильно. Если ты продюсер, то не пытайся быть с ним тоже партнером, а лучше найми его. Ну, или за гонорар. Это за гонорар, либо фриланс, либо вот. Но, естественно, на этапе вот ребята смотрят, говорят, ну, я найму, сколько я ему буду платить и как и что. Первое решение, можно за гонорар, можно, там, частично заплатить, спросить, сколько стоит твой час, там, 5 тысяч рублей. Окей, мне нужно 10 таких часов, но заплачу я тебе за 5, и потом за 5 через, там, месяц. Да. Вот, и только с теми, у кого есть химия и вот энергия, да. Вот, потому что, ну, никогда не знаешь, что, как оно получится. А ваши остальные онлайн-бизнесы, да, то есть, где вы обучаете, как открывать, а есть еще 3 бизнеса, которые отдельно работают, да? Там у вас как, тренера наемные, тренера... Самый стабильный способ, это когда твой тренер, это твоя жена. Ну, это да, это... У меня моя жена, вот, у нас в Афри-Паблисите. Да. А второй путь, это вот у Димы, ой, у Сергея, когда появился, там, друг-астролог. Да. Вот, и там вместе общие ценности, общие интересы. Мы партнеры там, да? Мы партнеры, там, ну, сейчас определенная перестройка, к сожалению, то есть, это все равно, как бы, у нас сейчас бизнес тестируется деньгами. То есть, это, как бы, мы это проживаем сейчас. Да. Вот, но есть четкий договор, как это будет выглядеть при разъединении. И вне зависимости от того, там, разъединяются или не разъединяются, если правильно договор оформить, то у продюсера остается актив, который он дальше развивает. А у эксперта остается его знание и возможность. А скажите, вот, если взять, я слышал, что у вас сейчас, там, тысячи людей обучаются, и все больше, две тысячи человек, да? И получается, что, если мы возьмем количество вот этих вот людей, которые у вас обучаются, из них экспертов и продюсеров, вот, какой процент идет? Кто больше к вам идет, продюсеры или эксперты? Больше идут те, которые хотят, вот, попробовать себя, как продюсеры, то есть, как предприниматели, да. Именно предприниматели, которые видят в этом перспективу, рынок растет. Ну, как появилась эта идея? То есть, мы стали просто жить очень прикольной жизнью. Ну, то есть, той жизнью, которой мало кто живет. И когда даже люди, у которых много денег, они смотрят на то, что вот человек, у него, там, какой-то непонятный бизнес в онлайне, у него нету офиса, у него ненормированный... Склады. Да, у него нету складов, у него ненормированный рабочий день. Он может, там, проводить большую часть года в разных каких-то путешествиях, да, то есть, это, ну, это совсем другой бизнес, чем обычно. Обычный офлайн-бизнес, какой бы он ни был, там, автоматизированный. Да. И просто вот подходили люди, там, а вот расскажи, как ты это сделал, расскажи, как ты это сделал, расскажи, как ты это сделал. И, ну, в определенный момент я даже записал бесплатный курс просто. Я им просто, ну, раздавал, говорю, вот, там, смотрите, ну, чтобы меня не трогали уже просто с этими консультациями. И с этого все пошло, да? И пошло, потом стали, там, продавать, а потом, как бы, ну, понеслось. А процент какой, если взять в процентах, там, 80 на 20? Почему тренера не хотят научиться? Ведь для тренера это тоже... Нет, тренера хотят учиться, просто весь вопрос объема рынка. То есть, ну, тренера хотят учиться, тренера идут учиться, просто предприниматель офлайновый, он смотрит, что, ну, есть какие-то тренды новые. Ну, блин, ну, ни хрена себе, там, 60% прибыльность. Да. У нас сейчас удерживается 50% прибыльность даже при таких оборотах. А просто важно понимать, что в обществе, условно, экспертов, их, там, 5%. А обычных людей, которым, ну, есть предпринимательская жилка или желание попробовать свое, их намного больше. Поэтому соотношение у нас внутри тоже больше продюсеров. Класс, интересно. Чему вы еще обучаете, кроме взаимоотношения эксперт-продюсер? Чему вы еще? Что должен уметь? Давайте так, вот, допустим, человек хочет открыть онлайн-школу. Как кто, как продюсер или как эксперт? Ну, вообще просто, вот, нас смотрят бизнесмены. Я думаю, что сейчас, я каждый раз удивляюсь, когда я слушаю, как вы выступаете, ну, вот, трансформации и так далее. Я каждый раз, я вижу просто своими глазами, что там, ну, 70-80% зала, они зажигаются идеей создать онлайн-школу. Ну, то есть, они зажигаются. Но, вот, я, если себя спросить, что я запомнил, я запомнил яркие примеры, что можно заработать на чем угодно, ну, подтвержденные и так далее. Но, если меня спросить, а что, чему надо обучаться, ну, я не помню, например. Сколько навыков всего надо владеть? Давай расскажем. У нас есть карта компетенции. И, в целом, как бы, как вообще задумка пришла, да? Вот, к примеру, я тот пример, который набивал шишки. Сергей долго не набивал шишки. Сергей понял, что в Америке можно научиться и есть формула. Формула, есть формула. И мы, когда садились, я говорю, слушай, Серега, ну, а Сергей, он уже меня потом консультировал. Как проводить вебинары, что есть формула? Моя команда вся там, несмотря на все умные люди, они офигели, насколько это интересный инструмент. И мы, когда конструировали вообще программу, мы взяли там Excel и начали понимать, ну, какие нужно знать навыки. Начиная с того, что, там, как правильно запаковать посадочную страницу. Как? То есть, можно так сказать, что, Сергей, вот ты тренер-методолог по твоей классификации. Ну, мы здесь вместе, да. Ну, да. И мы, соответственно, по сути, сделали программу, то, чего мне раньше не хватало, чтобы не набивать этих шишки. Начиная с того, что, как правильно сделать посадочную страницу, как настроить email-рассылку, какие формулы email-рассылок цепочки нужны, за сколько нужно там до вебинара присылать письмо, за сколько после вебинара. Как вебинаре проводить, какую систему подключать, как CRM настроить, какие скрипты в отделе продаж. Это, по сути, вот, ну, тебя дают конструктор Lego, да, и дают инструкцию, какие кубики сделать, чтобы тебе дворец получился. Вот мы даем все механики для того, чтобы у тебя онлайн-школа получилась. У тебя вариант какой? Либо самому набивать, как мы набивали, либо искать. А раньше, до того, как появился акселератор онлайн-школ, все знания были, там, кто-то вебинаром учит, кто-то посадочным страницам, кто-то там CRM, кто-то отделы продаж. А ты приходишь, мы тебе говорим, вот тебе все кубики, у тебя получится онлайн-школа. Даже, на самом деле, на Западе нет такого продукта. Мы же сейчас полгода в Америке изучали рынок, и мы готовимся к запуску в Америке. В Америке, по сути, Россия вся копировала американский подход. И там все обучают кластерным знаниям. Мы сделали комплексную систему того, что тебе нужно. Ну, ты смотри, какая идея. Я просто так вот расскажу, как я это понимаю. То есть, вот бывает конвейер. Конвейер может собрать машину, да, например, на конвейерном производстве. А вот мы в какой-то вот сдались такой мечтой сделать конвейер по созданию онлайн-школ. То есть, есть методология. Мы поняли, что вот, ну, и Запад качает, там, типа, Tripwire, там, да, вот это вот все. Да, воронки-контакт. Да, там, уроки, потом продажи и так далее. Мы поняли, в российском рынке, мы поняли, что вот в российском Tripwire работает, но нюансы всех этих запусков, то, что, ну, как бы, ты вот, там, напрягся, сделал запуск, потом расслабился, и ты можешь не делать продаж, там, на один-два месяца. Настолько же круто, если продажи будут идти каждый день. Тогда можно выстраивать это как полноценный бизнес, который будет каждый месяц расти и проносить больше денег. Соответственно, ну, как это сделать? Это автовебинарная воронка. Да. Соответственно, вот есть автовебинарная структура, которая раскладывается, типа, там, трафик, лендинг, и потом, там, все методы, как довести до вебинара, типа, там, смс-ки, e-mail, push-уведомления, там, вк, фейсбук, там, голосовые сообщения, прозвон, да, то есть это набор элементов определенных. Потом дальше надо сам вебинар сделать. Вебинар тоже по определенной структуре, по определенной формуле. Потом дальше надо отделом продаж дожать, да, и мы просто, что мы сделали? Мы сделали описание формульное каждого из этих элементов, и мы добавили эксперта, то есть есть конкретный урок по шагу, как это сделать, есть эксперт, который контролирует качество. Есть еще кураторы, которые всех подпинывают, там, проводят мастер-майнды, вдохновляют. И есть пенальщики, звонильщики, которые просто, там, людей подпинывают, отправляют в этический комитет, если они там ничего не делают. Этический комитет. Мы там, из-за этический комитет, если человек просто... Парцебрадное такое. Ну, бывают люди, у которых, там, мотивация пропала, да, а бывает тот, кто, ну, там, какие-то другие причины, там, с семьей какие-то сложности. С ними надо прорабатывать психологически уже, чтобы их вернуть на основу на конвейер. Да. Вот они проходят, например, лендинг, там, сделали по алгоритму лендинг. Пришли, там, к нашему эксперту на онлайн-встречу, да, и тот его докрутил, там, сказал, вот тебе надо изменить это, 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 это. Он изменяет, все, там, снова запускает трафик, у него уже конверсия выше. Вот сейчас на каждый элемент ты можешь, вот там, ты сделал, запустился. И сколько их всего элементов, если взять? 12. 12 как год, да, на каждый месяц по одному элементу? Они, мы, эти все элементы, вообще, 4 месяцев, а дальше они так кручут. Да, то есть у нас в целом сделано так, чтобы через 4 месяца у человека появились деньги. Понятно. Чтобы он пришел к продажам. Да. Вот, мы объясняем, что, там, не нужно начинать с продукта, продукт в конце, ты должен видеть видение продукта и понимать, как ты продашь. Вот как мы, акселератор, мы в Excel продукт сначала создали, поняли? Потом мы создали его в маркетинге, понимая, какие там будут пакеты, сколько будет стоить, что туда включено. А после этого уже продали, и когда люди купили, мы уже, наверное, понимаем, что, во, все, все покупают, все работает. И мы начали записывать уроки. И мы первых 4 месяца жили в том, что мы каждую неделю писали уроки, а люди их смотрели. Потом неделя заканчивается, мы следующие пишем, а они смотрят эти. Да. У меня вопрос. Я сам, я сам эксперт, тренер, эксперт, и я поэтому, мне всегда казалось и кажется до сих пор, что суть, ну, вот продукт и человек, который его проводит, это основа успеха. Не технология, а сам человек. И я уверен, что, ну, многие делают то, что делают вы, но вы делаете это успешнее, чем другие. И здесь мне кажется, что если разложить вот эту схему успеха на составляющие, мне кажется, что 80% это все-таки, ну, тот человек, который делает. Да, вот вы вдвоем, ну, там, сошлись, у вас есть классные методики, вы классно выступаете, вы хорошо рассказываете, вы сделали крутые вебинары, там вы, ну, все это думаете. А технология сама, вот эта вот, ну, технология, там, письма, ну, то, что уже чистая технология, с моей точки зрения, это, там, 20%. Вот как с вашей точки зрения? Ну, с одной стороны, это льстит самолюбию и, как бы, хочется это делать. Вот как, к примеру, управленец. Если управление считает, что он самый умный в команде, то сотрудники это легко принимают, потому что легко, когда есть кто-то умнее. И тогда это управленец, он всегда работает за всех. И вот Сергей принес в мою жизнь эту, там, философию, что, блин, нужно делать такой бизнес, в который можно выйти и не заниматься. Вот сейчас мы как раз в гримерке, когда обсуждали, наш бизнес такой, что если Дима и Сергеем не будет, то этот бизнес будет работать. Да. И мы всячески внедряем... То есть, система важнее. Система побеждает одиночного эксперта всегда. Ну, то есть... Ну, а если вы не будете поступать, выступать? Если не брать, конечно, тонень какого-нибудь. У нас автовебинар работает. Автовебинар работает. То есть, смотри, интересная история. Да, это, кстати, любопытно. Играли по... Гуляли по Сочи. Да. Весной. И ребята прошли мимо. Я смотрю, змея лежит такая. Ну, я смотрю, она еще такая, видимо, и холодная, полусонная. И я взял бутылку, ее, ну, голову прижал и захватил. Сергей кричит, Дима, не надо, мы еще автоворонку не допилили. Автоворонка позволяет выйти из бизнес-процесса. Ну, это ваша автоворонка, это в том-то все и дело. Если кто-то другой сделал бы тоже, ну, попытался бы повторить ваш успех. Ну, естественно, надо. Взял бы ваши вебинары, взял бы ваши... Не, ну, смотри, то есть... Я все равно вас, я уже ваш вижу не беру. А онлайн-школа, там же все равно, ну, сердцевина, это, ну, некая человека, который вдохновлен продуктом. И идеей того, что люди получат результат. И он как бы вот этим вдохновением заражает, как вирусом. Да. Сейчас вообще живу в парадигме того, что оффер, упакованный с любовью... Оффер, упакованный с любовью. К людям. Имеет максимальную конверсию. То есть, сейчас я всячески там включаю свою, там, сердечную чакру. Ну, я прям чувствую, что, условно, когда я заряжен, когда я, там, ну, транслирую, там, уверенность в себе, там, любовь к людям. То есть, первичная сначала думала, что нужно любить продукт. Да. Но это такой эгоистичный подход. Вот. И в целом у нас сейчас, что мы поняли? То есть, да, есть технологии, технологии должны, это вот как, ну, автомобиль. Но все равно первое, ну, посылок, который... Потому что мы, когда Сергей, мы каждый месяц подводим итоги, что нам позволяет каждый месяц расти. Да. И есть... О, это очень интересно. Каждый месяц вы делаете, у вас есть эта технология такая, да? И мы, соответственно, смотрим, там, окей, наняли новых продавцев. Старые продавцы лучше обучились, там. Да. Там, купили рекламу. Один вы находите ключевой фактор, или же... Мы сначала сидим и, ну, просто выявляем. И у нас часто все заканчивается смехом. Мы выросли, к примеру, там, процентов на 30, но практически ничего нового не сделали. И дальше мы начинаем смотреть, сколько мы благотворительность денег отдали. Да. Там, сколько мы на массаж ходили. Мы определили корреляцию, что если мы массажимся, у нас прямо вот, мы когда в Москве, у нас была штаб-квартира. И там массажный стол был и отдельная комната для массажа. Да. Мы говорим, слушай, чем больше я массажируешь, тем больше денег компании. Почему были в Москве? А сейчас они в Москве. А мы, ну, сейчас летом, мы снова в Москве, а так-то мы в Москве проводим 3-4 месяца. Соответственно, вот сейчас мы в Америке жили полгода. Да. У нас Сергей снова в Америку езжает, я на Бали и тут приходим. Кстати, массаж — это обязательный ритуал Робина Шарма. У него два дня в неделю было, у него прям массаж. Баня тоже, там, можно, расслабляет. И мы поняли, что вот, чем больше мы себя вкладываемся вот в наше, там, ну, мне нравится метафора такая. Курица-золотые яйца. Вот, чтобы курица несла золотые яйца, ее нужно кормить, чтобы она кайфовала. Значит, вы подтверждаете, что 80% — это эксперты, а 20% — технология. Я могу по-другому ответить, то есть, вот почему формат наш так зашел, да, то, что онлайн-школу мы преподносим как бизнес, да, то есть, вот, до нас был, ну, вот, экспертный бизнес такой, да, вот, ну, например, ты, там, вот, выступаешь, где-то есть какие-то курсы, да, если ты, ну, если, условно, там, Исхак умрет, то семье, ну, не дай бог, да, там, то семье будет, наверное, ну, непросто, но если вот нас убить, то человек, который там будет управлять командой, в принципе, ну, не потеряет даже в продаже, потому что, ну, ну, брать вот наши живые с Димой выступления, Дима просто больше любит живые выступать, а я, ну, меньше, я иногда, ну, мы же не будем, не войдем туда, то есть, как бы, а Дима говорит, нет, я давай, но с точки зрения структуры, вот, именно в продажах, да, вот этих вот долей, этих выступлений, она мизерна. Да, это больше имиджевые штуки для фондачика. И в проведении тоже, и в проведении, ну, самого обучения тоже вы уже автоматизировали, там, у куратора, эксперты. Ну, мы поставили себя на самый-самый верх просто, который очень дорогой, а всю структуру заполняют уже эксперты и кураторы. Мы сейчас занимаемся видеологией продуктов, мы сейчас делаем институт вебинарных продаж. Димификации дополнительно. То есть, мы такие, которые виженри, но два раза, ну, то есть, мы, в общем, сейчас ротируемся, у нас есть мастер-майды живые и воркшопы. В живые имеется в виду в онлайн, воркшопы мы сейчас тоже делегировали, эксперты крутые проводят. Живые. Живые в Москве. Да. Вот, и себя, вот, мы сейчас были в Москве, вот, сейчас улетаем в конце сентября, соответственно, и мы сейчас вот снимаем много интервью интересных, выступаем здесь, и все, и полгода нас не будет в Москве. Вот, и... А деньги вы не боитесь, как деньги вообще? Ну, то есть, управлять деньгами, когда бизнес за ним не смотришь, он же может... Нет, мы же не то, что за ним не смотрим, мы же все контролируем. У нас, у нас 120 примерно команда, 120 человек команда, у нас нет офиса. Работаем 24 на 7, потому что, вот, я сейчас улетаю на Бали, Сергей будет в Лос-Анджелесе, Москва, и сотрудники наши вообще нет. У нас никогда нет офиса. Это принципиальная позиция? То есть, это как секрет успеха? Она не была принципиальная. Сейчас я расскажу. Сначала мы, как бы, смотрим, там, у коллег есть мы такие, может, нужно, мы такие слушаем. Все говорят, типа, нужен офис, нужен офис, точно. Мы съездили там с Каенку, с Каенка там прикольно, свой фитнес, они там хозяюшка, который мою яичницу делает. Я такой думаю, ну, может, для командности нужно. Вот я буквально две недели назад звонил коммерческому директору, думаю, ключевых людей компании. Я говорю, слушай, Кристин, может быть, все же сделаем офис, снимем коттедж, сколково, там, ну, сделаем атмосферу. Она говорит, слушай, Дим, я вот проснулась, и я уже занимаюсь делами. Если ты хочешь, чтобы я больше перформила, давала больше результат, не надо меня и куда-то пускать. И вот так все члены команды ключевые. Ну, а как вы контролируете, или вы не контролируете, или вы контролируете только результат? У нас есть таблица показателей, например, результатов. Если, ну, показатели выполняются... И продавцы сидят, и хотят... У нас есть философия такая, если мы не растем, если вот мы, к примеру, в следующем месяце не растаем, если так три месяца подряд, то всю команду мы уволим. Есть такая... Всю команду. Есть такая... Всю команду. Есть такая крутая... Да, вы... Да, и даже вот те, кто снимают... Ну, на самом деле, философия... Философия постоянного роста, она реально очень помогает, потому что все сотрудники понимают, что они... И при этом не от месяца к месяцу, а от недели к неделе. Ну, понятно, что в целом... А кто следит за показателями? Это же все нужно контролировать. Ну, аналитики предоставляют, просто телеграм-чат сбрасывают. Телеграм-чат. А какие ключевые показатели самые главные для бизнеса? Ну, для нас, для нашего вида бизнеса самое главное, это, ну, понятно, продажи каждодневные. Мы смотрим, чтобы от недели к неделе продажи росли, от месяца к месяцу продажи росли. Ну, и один из ключевых – это чекин. Что такое чекин? Ну, то есть есть лендинг, да, там подписка. Есть чекин – это человек, который дошел до вебинара. Да. Эти чекины – это заявки для отдела продаж. Ну, к примеру... Заявки, ну, все, заявки по-простому. Ну, это не заявки. Это те, кто были на вебинаре. Те, кто были на вебинаре, и есть... Мы заметили еще, что интересно, что не всегда тот, кто подал... То есть, даже, там, корреляция очень слабая. Тот, кто подал заявку, он не всегда покупает. Да. Вот. И поэтому нужно со всеми работать, кто были на вебинаре, потому что часто много латентов покупателей, которых нужно докрутить. Да. Вот чит-код, я не знаю, как бы... Для многих, может быть, для тебя тоже это будет как чит-код. Ну, может, лайфхак там быть, да? То есть, что вот есть люди, которые пришли на вебинар, да? И это люди, ну, обычно это отфильтровано как более заинтересованные. Но среди них много людей. Вот нас, например, на вебинаре никто не оставляет заявку. Мы проводим, мы типа, у нас один из лучших вебинаров в России. У нас нет заявок на вебинаре. Мы сначала расстроились. Потому что, как бы, в общей структуре это очень, ну, это как бы тоже... Ну, первое, мне говорили, он очень долгий, 4 часа. Да, да, да. Ну, когда ты продаешь на высокие чики, ты, ну, должен делать... И не хочешь привести к заявке, да, конечно, ты должен... Да, смотри, да, смотри, то есть в структуре вот условно заходит человек, да, вот он заходит холодный. Мы должны его прогреть и сделать горячее, чтобы он купил, да? Получается, есть, как бы, элементы в структуре в нашей компании, которые прогревают. И вебинар, автовебинар — это прогревающий элемент. Если с такой философией к нему относиться, то ты понимаешь, что вся нагрузка за продажи лежит, по сути, на отделы продаж. Да. Которые через мессенджер и через звонки должны сделать, чтобы продажа совершилась. Но мы заметили, что у нас процентов, наверное, там 20-30. Это люди, которые вообще автовебинар не совершат. У меня сейчас метафора родилась интересная. Знаешь, вот вебинар — это как бы секс, а как бы продажа — это роды. Роды. И, как бы, секс должен быть длинным и запоминающимся. И у нас вебинар 4,5 часа. Более того, он ускорен на 8%. В смысле ускорен? Когда мы его записали, мы его первый раз записали, это было 4 часа. А второй раз получилось 4,5. И монтируем. А я раньше вообще считал, что, типа, если больше, там, часа, то это уже насиленный человек. Но важно понимать, что есть, как бы, продающий вебинар, а есть, там, другие. И вот продающий — это как секс с глубинными оргазмами. Там нужно, как бы, человека вести по спирали, там, ап-н-даунов. Вот. А у вас обучающий. У нас как раз-таки продающий. Ну, вернее, как бы, с продающими механиками, где он разогревает. И люди, как правило, они, вот те, которые попадаем в сердце, они потом не могут несколько ночей спать. И, то есть, вот, к примеру, сейчас вот травницу я интервьюировал. Две ночи у нас есть травница. Есть травница. Траволечением занимается. Она к нам пришла, у нее не было денег даже на рекламу. И ей ее одногруппники одолжили деньги. Она провела вебинар и заработала, вот они доложили ей 60 тысяч рублей, она вложила их в рекламу и заработала 640. Я недавно у нее брал интервью. И она говорит, я посмотрела ваш вебинар, и я не могла спать 2 дня. Я думаю, это будет последний заход. Но я вот вложусь, но как бы не получится все. Развод. Я 4 месяца думала. Я говорю, что были бессонные ночи. Потом я остыла, отдохнула, и на протяжении 4 месяцев следила с нами. Она была на нашем первом вебинаре, она как бы ждала, когда появятся кейсы. Она, когда увидела первые отзывы в фейсбуке, она всех не только написала, но она попросила созвониться. И потом мы через 4 месяца внедрили онлайн-марафоны по средам, мы называем, онлайн-среда. И первым, кто выступал, это был Осинцев, который на триатлоне заработал 300 тысяч рублей. А она на школу триатлона. А она, оказывается, с ним созванилась. И когда она увидела, что это чувак, который заработал, у него не было результатов, она поэтому не покупала, потому что он только начал учиться. И она, когда увидела его, она говорит, а я была на вебинаре таким хейтером. Она там писала, дайте конкретику, дайте цифру там. И она, значит, говорит, что, а мне пишет в соцсети ее знакомый бизнесмен. И говорит, ты что, на вебинаре? Она говорит, да, это я на вебинаре. А я уже купила. Она говорит, блин, если предприниматель купил, вот результаты. Она тоже купила. И после этого она стала тоже нашим хейтером. Она купила, а она до этого веб-сарафан, и все это вот отучилась много. Она проводила вебинаров, у нее не было вообще результата. И она смотрит, говорит, блин, я это знаю, я это знаю. И она там писала, что вы мне это, что вы, ну, типа, даете, я уже знаю. А потом, она говорит, я все же себя застала смотреть, потому что, ну, блин, ну, как бы, если у нее нет результата, ну, значит, ну, чего-то она не знает. И она, говорит, каждый раз находила там, условно, там, 20 минут, минут 5 того, что она прям, ну. Но все равно ее что-то подвигало хейтить нас. Типа, комментировать, типа, ответьте мне, дайте вот это. Наши кураторы как-то там с ней улаживали, мы даже это не знали. А потом началась, у нас есть война, геймификация. После первых двух недель теории мы говорим, ребят, теперь идите зарабатывайте деньги. Первые деньги за две недели кто больше заработает, дальше там призы. И она такая, говорит, блин, ну, что за ерунда, я еще ничего не знаю, мне уже нужно зарабатывать. А мы объединяли всех кланы. И в кланах как раз был вот этот предприниматель, и еще два предпринимателя, которые к нам пришли, они продали свой бизнес, который генерал 300 миллионов рублей ежемесячно, выручки. С хорошей маржинальностью, но все равно несоизмеримой саморуженностью в онлайн-школах. Они когда увидели, что в онлайн-школах есть хорошие обороты и маржинальность выше, они говорят, что-то ничем не занимаемся, продали тот бизнес, пришли к нам. И они говорят, слушай, давай мы тебя поддержим. И вот они ей дали деньги, говорит, давай, мы тебе верим. Они ее коучили, потому что они тогда еще нишу только искали. Да. И вот она провела вот этот вебинар свой первый и заработала в 640. А они, что с ними дальше стало? С ребятами. Ребята сейчас делают онлайн-школу фокусников. Фокусников? Фокусников. Тоже нашли, они продюсеры, да? Они нашли классного эксперта, у них там пока результат там в районе нескольких миллионов рублей. Но важно понимать, что когда ты делаешь онлайн-школу, первый год, это вот год, знаешь, как вот ракету стартует, она, чтобы оторваться от земли, она зажигает 80% топлива. Так вот эти ребят, несмотря на то, что они уже с большим там бизнесовым опытом, они все равно, у них мозг перестраивается, скрипит, вот, они там делали онлайн-школу для родителей, они сказали, что нет, мы все же, ну, то есть они расстались с тем экспертом, с фокусником у них, и еще какой-то проект. Ух, интересно. Хорошо, друзья, хочу задать вам вопрос, вот у меня всегда все хочу привести к трем главным вещам. Три главных вещи для создателя онлайн-школы, вот, ну, что три главных каких-то закона, там, вещи. Для создателя успешной онлайн-школы. Когда мы с Евгением вот подводили вообще, ну, как бы, вот, почему нам удалось вырваться, там, стать лидерами рынка, который уже до этого существовал, мы поняли, что важна вот внутренняя мотивация. И мы изначально, когда делали проект, мы сказали, мы хотим делать проект, который будет вести людей до результата. Да. И поэтому мы, там, не начали размениваться на какие-то маленькие курсики, мы сказали, это должна быть годовая программа, за год человек сможет сделать. Да. Вот, и мы, когда, там, обсуждали гарантию, мы говорим, блин, я, ну, если не сработает, если человек будет делать все здания и не сработает, я верну деньги. У нас вот так, так и есть. То есть, наш человек приходит на две недели, если ему не нравится, мы ему возвращаем деньги. Если в конце он приходит, говорит, ребят, вот я это делал, это делал, вебинары провел, всю механику делал, не получилось. Мы говорим, возьми, типа, либо давай докрутим. Ну, типа, вот у нас так, типа, вот у тебя куратор, они есть. Да. Вот. И вот эта вот внутренняя мотивация, мне кажется, что это вообще в любом бизнесе, не только в онлайн-школах. Ну, давай онлайн-школы, чтобы, значит, первое, это мотивация довести человека до результата. Да, и люди чувствуют, с каким посылом ты это делаешь. Да. Бабки срубить или дать результат, сделать что-то прикольное. И у нас хорошо, что у нас деньги-то и были. Да. Вот. То есть, вам уже за результатом шли. Да. Первое. Второе. Да, я первый дополню, просто. У меня вот, например, такой прям переломный момент в моей бизнес-карьере было, когда я вот познакомился с принципом такого кармического менеджмента. Ты, наверное, знаком, да? То, что... Майкл Роуч, который, да, помогает? Да, ну, там эта идея, она, в принципе, не только у Майкла Роуча, она же везде. Да. Там Джо Виталий там про это говорили. Ну, про это практически вся вот эта вот американская... В ролике Синьковом у Димы Агармова хорошо там было рассказано. Да, то есть, ну, эта идея, она понятна. Ну, то есть, но... У нас религии, в официальной религии иудаизм нужно, если ты молишься вначале за другого о том, что нужно тебе, так тебе ответят. Так верят, да. Да, ну, ты должен... Ну, это та же самая идея. Короче, у меня просто, как только я стал это внедрять в свою жизнь, у меня прям вот все статистики стали расти, причем очень быстро. То есть, ты начал помогать другим в том, в чем хотел, чтобы у тебя пошло? Я начал все делать. Вот там 10% дохода в этом правиле отдаешь там, ну, я отдаю ее на благотворительность, просто смотрю периодически где-то там, кому нуждают, где проверены какие-то источники, которым я доверяю. Но по кармическому менеджменту ты надо помогать в той сфере, в которой ты хочешь роста у себя. Да, да. И, ну, акселератор, он был нацелен как раз, то есть, изначально я помогал бесплатно каким-то своим друзьям, там, вот, там, Гила я докручивал, ну, много кого в этой сфере. Мне. Да, Диме помогал. То есть, ну, я как бы жил с этим ощущением. А потом стало понятно, что, ну, когда ты хочешь там на масштаб, то надо создать систему, которая бы давала людям результаты. Действительно, мы с Димой, когда объединялись, мы поставили себе цель, что мы будем вести людей до результата. Это фундамент, я так понял, что это вот, ну, главное. Ну, да, какая-то вот такая философия, когда ты заходишь, ну, такое отдавание. Да. То есть, ты целишься отдать людям крутой продукт, чтобы не результаты. Класс. И от этого тоже должно быть идти, какой результат ты даешь. То есть, как и ценный конечный продукт, к чему ты ведешь клиента. Это вторая основа уже. Это отсюда же вытекает, потому что, ну, условно, ты учишь играть на гитаре, или ты готовишь человек к концерту, или к тому, чтобы он серенаду спел в своей любимой подоконке. То есть, ты нацелишься продать людям результат. И это, кстати, ну, вот, если в интернете продавать курсы, если продавать курс какой-то абстрактного знания, ну, просто неориентированный результат, он продается плохо. Но если его сформулировать как, ну, оффер, как некая выгода и конечный результат, то есть, как некий навык, ну, зачастую, да, там, петь, там, начать, или, там, Оля делает, там, скейтборд, да, ну, в разной сфере по-разному, то это продается гораздо лучше. Второе, это то, что, ну, есть вот два элемента самых главных в онлайн-школе, для результата. Ну, может быть, первое, это как бы фундаментальное понимание, что все-таки систему надо строить. То есть, это прямо, это должно быть такое понимание, что ты выстраиваешь системный процесс. Не ты система, а ты часть системы, то есть, ты строишь систему, которая работает, именно машина. Ну, да, сейчас я закончу, то есть, вот, первые успехи такие, масштабирование и системности, пошли, когда мы просто поняли, что, окей, трафик на вебинар работает, значит, ну, можно же проводить вебинар один раз в неделю, и это тоже уже будет системный результат. Просто вот есть трафик, есть база, если просто объявлять один раз вебинар один раз в неделю, это уже системные процессы, уже вокруг этого можно делать команду, и уже можно ставить план, что статистики будут расти ежемесячно, это уже бизнес. То есть, когда вот стандартно эксперт, к примеру, вот он один, там, существует у себя в бизнесе, есть какой-то, там, пара помощников, один продавец, он там выложился, провел вебинар, заработал, там, 300 тысяч рублей, улетел на Бали, 3 месяца, там, не работает, ничего не делает, потом деньги кончились, надо лететь обратно в Москву, убить денег на билет, на самолет, нет, провел еще один вебинар, там, заработал денег. Это то, как живет 95% всех экспертов. Да. Но если ты целишься на большие цифры, тебе должна быть система. Система машины. Да. Класс. Это второе, это было второе. Первое, это результат, давайте второе, создать систему по... Да, ты хотел дополнить? ...приобретению результата. И второе, ну, как бы, два главных навыка таких в онлайн-школе, то есть системное мышление в целом, два главных, это продающая воронка, ну, в нашем случае это автовебинар научиться делать, это, ну, король всего, на самом деле, это самый мощный инструмент интернет-маркетинга. Но никто, кроме вас, не смог хорошо это сделать, я вам так скажу, что все, кто уже начали, да? Сейчас уже после нас уже все пошло, да. Пошло. Ну, а вот автовебинар не работает без дожимной серии, то есть, если с людьми потом не работать по телефону и в мессенджере, то есть, ну, в ВКонтакте или в Фейсбуке или в Инстаграме, то автовебинар не будет работать. То есть это работает только как вот, ну, два элемента мощных. Автовебинар по правильной структуре, по формулам и дожим по телефону и по мессенджеру. Вот тогда это мощная система, которая работает. То есть можно назвать, что от вас это вот три главных основы для успешных онлайн-школ. Желание дать результат большой, да, клиенту. Второе – это создание системы, которая работает. И третье – это автоворонка с дожимом. Ну, я бы вот эту автоворонку с дожимом отнес бы ко второму, как вот к системе. А все же, мне кажется, продукт, потому что, ну, там, первично продать. Да. Но если ты, там, надул пузырь, там, научился продавать, но если в продукте пусто, вот, то ничего не получится. То есть дотачивание продукта и выучивание. Это по-любому. То есть это обещающий результат. Ну, то есть в онлайн-школе, в нашем подходе, что мы говорим? Да, нужно продать. Но потом, когда ты научился продавать, у тебя, основной фокус внимания – это продукт, его постоянно докручивание. Да. Вот, потому что вот даже у нас, мы когда стартовали, у нас первых несколько месяцев в продукте было, там, два-три человека. Да. А потом, когда мы увидели, что все идет, мы сразу 50 человек новых привлекли. Именно, которые обеспечивают качество продукта. Да, человек 50, наверное, правда. Обеспечивают качество продукта. Ну, круто. Кураторы, наставники. Ну, как этим всем управляет система? Ну, просто надо осознать, что, ну, эксперт, когда эксперт осознает, что он вообще-то предприниматель, да, а что задача предпринимателя – это выстраивать системные процессы, вот тогда у него пойдет гигантский рост. И так, значит, очень интересная информация. Реально интересно, где это все можно увидеть? Вот я хочу своим подписчикам дать материалы, чтобы они изучили, посмотрели, вот все, что вы рассказывали про 12 элементов, про… Где это можно увидеть? Вы дадите? У нас есть наш этот регулярный мастер-класс «Как создать свою онлайн-школу, продюсировать себя и своего эксперта». Да. Ссылку дадим. Вот это то, что мы рассказываем. На это нужно посмотреть, во-первых, для тех, кто хочет узнать свою онлайн-школу. Это новый или тот, который был? Это наш новый мастер-класс, который идет ежедневно, и его нужно посмотреть двум типам людей. Первое, кто хочет понять вообще, как работает автоворонка, что это такое. Подписаться, попасть, там будет автозвонилка, смс-ки, и email-цепочка, сам автовебинар, напоминание. Потом дальше будет цепочка подогрева. И менеджер, который позвонит. И второе, тот, кто хочет создать онлайн-школу, хочет понять, окунуться глубже, увидеть цифры, увидеть там… То есть это четырехчасовой мастер-класс. И более того, это вот новый, такой апгрейдженная версия, который еще не факт, что лучше предыдущего, мы его тестируем. А можем дать ссылку на предыдущий мастер-класс, вот его точно нужно… Это просто произведение искусства. Его нужно смотреть с ручкой и бумажкой, потому что он нам за год принес 500 миллионов рублей. Почти, да, почти 10 миллионов долларов, чуть меньше, да? Меньше, чуть-чуть. Интересно, а скажите, вот у вас есть статистика? Четыре часа, сколько людей досмотрели его до конца или смотрели частями? Есть эта статистика? Там фишка такая, что, ну, немного людей досматривает до конца, но отдел продаж потом в мессенджер скидывает, «Посмотрите с такого-то по такой-то, с такого-то по такой-то, с такого-то по такой-то, такой вопрос, такой-то». разблюдовочка. А там есть какое-то как оглавление или нет? Ну, определенное есть. У человека по телефону есть определенный запрос, ему дальше сбрасывают кусок какой-то конкретный. Даже если не смотрел вебинар, он все равно может правильные куски посмотреть и купить. Это сделано как раз таки по формуле, которой он учится. Смотреть это с ручкой-бумажкой и понимать, что там нет ни одного случайного слова. Да. Там даже бывает так, люди смотрят такие, смотрят часа два, потом говорит, эй, ты, бородач, давай быстрее там или там, эй, вы педики, ну сколько можно, сколько это стоит? А потом мы смотрим по скриптам, о, купил, купил. То есть часто люди, которые в вебинаре плохо себя ведут, это часто те люди, которым нужно, которые прям вот их зацепило, и они хотят, и они потом приносят деньги и платят. Интересно. Хорошо, дорогие друзья, переходите по ссылке, смотрите, изучайте. Я считаю, что для тех людей, которые любят развиваться, которые любят помогать другим и которые при этом хотят хорошо зарабатывать, лучший бизнес – это образование. Лучший, самый приятный, самый быстрорастущий. И эта информация лично для меня была лучшая, что я слышал в этой сфере.